Как вы думаете, может ли мод, созданный одним человеком, создать общий мировой тренд в игровой индустрии? Мод, который по известности сможет обогнать многие крупнобюджетные проекты и буквально создать новое ответвление в геймдизайне? Конечно может, ведь это DayZ. Он вышел в далеком 2013 году, и его влияние на игровую индустрию невозможно отрицать. Всем привет! В этом видео я хочу рассказать несколько своих историй о том, как мы с друзьями играли в DayZ 10 лет назад. Итак, меня зовут Илья, буду очень благодарен вашему лайку и подписке на канал. А мы начинаем! Хоть мне и нравятся сюжетные игры, иногда хочется поиграть во что-нибудь мультиплеерное. Во что-нибудь такое, где отличная графика и физика, и чтобы выходило много обновлений, и разработчики качественно поддерживали свою игру. Постойте, так ведь такой проект уже есть, и это War Thunder. Бесплатный онлайн экшен, сочетающий в себе масштабные сражения на самой разнообразной боевой технике, как 20 века, так и современности. А также шикарные карты и гору контента. Только здесь вы сможете выйти в бой на любой из полутора тысяч детально воссозданных моделей, от танков и БТР до самолетов и вертолетов, десятков наций. Заходите в тылы с птурами, или прикрывайте союзников на вертолетах, пока сверху проносятся истребители. Ну а что делает шикарный игрот лично во всех смыслах, так это обновление. Недавно в War Thunder прилетело крупное обновление, La Royale, где в игру был добавлен французский флот, во главе с линкором Париж. А еще советский БТР-80 с мощным вооружением, и даже штурмовик Су-39, современная модификация легендарного Су-25, который, кстати, также есть в игре. Чем еще может удивить эта игра? Отличным звуком, графикой и детализацией. А в последней обнове существенно доработали визуальные эффекты. В самолетах вы сможете наделать сотни дыр, а у танков эпично отрываются башни при взрыве бока. Также любую боевую машину можно прокачивать и кастомизировать по своему вкусу, используя разные камуфляжи, декали и декораторы. Так что скачивайте игру бесплатно по ссылке в описании. По ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат 100 тысяч серебра. Неделю аренды немецких танков. Три премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких танков скоро закончится. Ссылка в описании. Отец Дей Зи это Дин Холл. Бывший военный, устроившийся в компанию Богемия Интерактив, знаменитую играми серии Арма. Про жённые фанаты должно быть знают, что идея создания Дейза пришла к Дину, когда он проходил учения в армии. Ему нужно было прожить около месяца без еды, выживая в джунглях. Там он и подумал, а почему бы не перенести этот опыт выживания в игры? Это была довольно новаторская идея. Тогда игр, целиком строивших свой геймплей на выживании, не было. А если они и были, на них никто не акцентировал внимания. Более того, для многих игроков, каких-то 10 лет назад, сама идея выживания могла показаться абсурдной. Зачем ползать в траве, добывать еду, разводить огонь и считать каждый патрон, если игры созданы для веселья? В то время так считали многие, но не все. Вообще, если забегать далеко, то прародителям игр о выживании можно назвать Орегон Трейл. Игра вышла в 1971 году, когда ещё даже Супер Нинтендо не было. В ней нужно было управлять переселенцами, совершающими путешествия из одной части Америки в другую. Во время пути игрок должен был следить за припасами и здоровьем героев. И до 2013 года нет ни одной, сколько ни популярной мультиплеерной игры про выживание. Но тут возвращаемся к Дину Холлу. Он был фанатом зомби-тематики и решил совместить выживание и зомби на движке армы. Так появился DayZ. Сейчас мы знаем Days как игру с очень напряженными перестрелками. Но на самом деле Days никогда не планировался как PvP-ориентированная игра. Разработчики хотели сделать большой упор на выживание и взаимопомощи. Но получилось совершенно наоборот. Если вы встретите игрока, скорее всего вас ждет перестрелка. После выхода Days Mode стремительно набрал популярность. В него играли все, а Ютуб был полон гайдами, обзорами и летсплеями. О том, как Days повлиял на игровую индустрию и какое наследие оставил после себя, мы поговорим в финальной главе этого видео. А сейчас я поделюсь с вами ностальгическими воспоминаниями и деталями о том, как мы играли в Days 10 лет назад. В Days 10 для меня всегда был привлекателен сеттинг. Место действия это восточноевропейская страна Чернорусь. Города, деревни, заводы, все это будет очень хорошо знакомо нашему игроку. А значит погружения будет больше. Помимо интересного сеттинга, конечно же цеплял геймплей. Его ядро состоит в следующем. Главный герой, как и другие пользователи, спавнился на большой карте без снаряжения. Задача игрока поддерживать жизнедеятельность своего персонажа. Нужно искать снаряжение, оружие, медикаменты и еду. Основные противники это, конечно же, зомби и другие выжившие. Фишка Days'а в том, что припасов и снаряжения очень мало. Особенно в начале, когда не знаешь где что спавнится. И ограничение игрока это гениальная идея. Ценность предметов в десятки раз увеличивается. А потому возрастает радость от находки лута. И сильно увеличивается азарт от перестрелок. Как только ты видишь другого игрока, у тебя всегда проскакивают две мысли. Можно забрать его снаряжение, но как бы при этом не потерять и свое. Даже спустя 10 лет я помню, насколько были напряженные перестрелки в DayZ. Руки дрожали похлеще, чем в Таркове. Ведь на поиск снаряги обычно уходил час. И поэтому любое сражение хотелось исключительно выиграть, чтобы не потерять прогресс. Итак, мы имеем следующую формулу. Ограничьте количество игровых предметов. Их ценность многократно вот растет. Полностью уберите сохранение прогресса игрока. И тогда перестрелки станут очень напряженными. Парадоксально, но именно из-за сложности и постоянного риска хотелось играть в DayZ снова и снова. Особенно магически лично для меня работала система ограниченного снаряжения. Вот скажите, в какой онлайн игре с открытым миром вы будете рады спавного автомобиля? До 2013 года, я думаю, не в какой. Авто в онлайн играх – это данность. А вот машина в DayZ – это приз в лотерее. Если мы с друзьями находили раздолбанную тачку и потом чинили ее, мы становились королями сервера. И это я еще не говорю о вертолетах. Кстати, именно про вертолет у меня есть одна интересная история. Самый ценный лут в DayZ – это оружие. Благодаря основе в виде армы его было очень много. Всевозможные снайперские винтовки, ДМР, М24 и СВД. И, конечно, легендарная КСВК. За этой пушкой велась настоящая охота, потому что она всегда ваншотила противника. Также было многообразие и штурмовых винтовок, пулеметов и ППшек. И в спавне лута была определенная логика. Медицинские препараты лежали в аптеках и больницах. Еда в магазинах, а оружие на военных базах. Самым жирным местом в плане оружейного лута был центральный аэропорт. Каждый игрок стремился попасть туда и не всегда с целью полутаться, но еще и чтобы постреляться. Аэропорт был своего рода точкой притяжения, куда стекались все игроки. И мы с друзьями были не исключением. Мы с отрядом двигались к аэропорту. Нас было пятеро или чуть больше. Сейчас уже не вспомню. Собирались мы тогда в скайпе и координировали действия друг друга. Я тогда еще был совсем новичком, и ребята с опытом подсказывали как играть. И вот мы подбираемся к взлетной полосе и видим у ангара вертолет. Как сейчас помню, это был Литл Бёрд. Сначала мы рассредоточились и затаились. Мы боялись, что это могла быть засада и где-нибудь на вышке поджидает снайпер. В то время это была распространенная практика. Оставляешь наживку в виде лута или сломанной машины, а сам поджидаешь за углом. Когда мы убедились, что поблизости нет других игроков, начали подбираться к вертолету. Как оказалось, он был сломан. Нужно было заменить двигатель и принести топливо. Мы приняли решение восстановить сломанную машину и поступили следующим образом. Несколько человек остаются охранять вертолет. Другая группа отправляется в соседний маленький город за топливом и запчастями. Следующие несколько часов были как будто срежиссированы. Мы докладывали друг другу о происходящем. Ребята, которые остались с вертолетом, говорили, что все спокойно. А те, кто пошел за припасами, быстро обрадовались, что нашли в первом же заводе канистр с топливом и движок. Здесь нужно добавить, что управлять воздушной техникой в Дейзи без подготовки практически невозможно. Но нам очень повезло, потому что один чел из нашей группы умел летать. Так что как только Литл Бёрд заработал, мы отправились разбивать в лагерь на краю карты. А следующие несколько часов в игре мы занимались сбором и транспортировкой лута на нашу маленькую базу. Это было настоящее приключение, которое не могла подарить ни одна сюжетная игра. Именно поэтому Дейзи стал таким популярным. Он дарил совершенно новый игровой опыт. Еще одна интересная история связана с тем, как именно я играл. В 2014 году у меня был старый компьютер. Видеокарта Nvidia 9800GT и двухъядерный Атлон. Как бы я ни настраивал игру, FPS был от 15 до 18. И вы, возможно, удивитесь, но с такой частотой кадров я очень долго играл. Я привык к импутлагу, привык к низкому фреймрейту и просто получал удовольствие от геймплея. Сейчас никто не захочет даже 10 минут играть в игру, если в ней будет меньше 30 кадров. И то 30 это уже мало, а стандарт 60 FPS. Но тогда выбора у меня не было и приходилось играть как есть. Неплохой альтернативой для меня стал проект МТА Дейзи. Это буквально дейс на движке мультиплеерного Сан-Андреса. Там были все знакомые механики. Зомби, другие игроки, ограниченный лут и возможность делать собственные схроны. И, конечно, в МТА Дейзи тоже было место, где спавнилось лучшее снаряжение. Это Зона 51. Туда стекались все игроки и там были самые жаркие перестрелки. В МТА Дейзи я провел много часов за счет того, что игра у меня не лагала и при этом карта Сан-Андреса была меньше. А значит, игровые ситуации происходили чаще. Модификации для Дейза это еще одна веха в развитии игры. Со временем появились такие моды, как Эпоч, Ориджин, Намальск и другие. Больше всего я играл в Эпоч. Этот мод добавляет полноценную экономику, торговцев и сейв-зоны. Не помню уже, какая валюта была в этом моде, но суть в том, что в игре появились деньги, на которые можно было покупать транспорт, оружие и другое снаряжение. Ориджин добавлял полностью новую карту и продвинутую механику строительства базы. Но каких-то подробностей я не смогу рассказать, так как в этот мод почти не играл. А Намальск это новая карта, представляющая из себя зимний архипелаг. Эта карта была гораздо меньше, чем Чернорусия, и поэтому лут находился быстрее. Основательно наигравшись в Эпоч, летом 2014 года я перестал играть в Дейзи. За десятки часов геймплея многие игровые ситуации начали повторяться и становилось скучно. Впечатления еще и портили баги. Ты мог неудачно выйти из машины или неаккуратно упасть в камни. И все, начиная сначала. Поэтому я отложил Дейзи, хоть и ненадолго. Декабрь 2013. В раннем доступе Стима появляется Дейзи Стендалон. Я помню, что на старте игра стоила 1000 рублей. Я сразу же пошел в ближайший магазин, закинул деньги на Стим через Киви Терминал и купил игру. Только поиграл я не больше двух часов. В Дейзи Стендалон использовался новый движок, и мой старый компьютер вообще не справлялся с ним. При этом на старте Дейзи Стендалон работал очень плохо. Лута почти не было, а на огромной карте встречалось всего несколько одиноких зомби. Я помню первый стрим по Стендалону. Все просто бегали по карте без стережения и ничего не делали, потому что нечего было показывать. Короче, я быстро забыл про Стендалон и про Дейзи в целом. Сейчас, на момент лета 2023 года, Дейзи выглядит и играется очень хорошо. Разработчики не забили на игру, а постепенно шаг за шагом дорабатывали ее. Изменили карту, оптимизировали движок, добавили крафт и транспорт. Среднесуточный онлайн Дейзи около 30-40 тысяч человек, и это отличный показатель. Игра вышла на консолях. Я запускал на Xbox Series S. Стабильные 60 фпс, но вот к управлению на геймпаде нужно будет долго привыкать. Также у Дейза просто отличная поддержка со стороны мододелов. Выходит огромное количество карт и новых режимов. Интересно рассмотреть влияние Дейзи на игровую индустрию. Многие люди сходятся во мнении, что супер популярный батл рояль PUBG это наследник Дейзи. В качестве аргументов можно привести то, что геймдизайнер PUBG, Брэндон Грин, вместе со всеми играл в Дейзи в 2013 году, и даже создал на его основе мод с Королевской битвой. Позже он сделал мод про батл рояль для Армы 3, и наконец сделал с этим режимом самостоятельную игру. Ну и самое очевидное, сеттинг PUBG и Дейза очень похож. Геймдизайнерские решения Дейзи популяризировали жанр игр о выживании. Уже 10 лет стабильно выходят все новые игры с механиками ограниченного заряжения и сложной системой здоровья. Ну и конечно во многом именно Дейзи показал всем, что если в игре можно будет все потерять, в такую игру будет интереснее играть. Это было мое эссе про видеоигру Дейзи. Благодарю всех за просмотр и увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok